привет народ все один провалялся так давайте рукой чтобы не светить не приниматься личным клиентам вообще мунд хант наверное да все-таки не мунд давайте поглядим а вот тут запаян тоже запаян с этой стороны по всем четырем запаян здесь три раз два три оп оп так записочка есть это хорошо это радует да уж здорово если честно такой прям прям огромный так не нормально камера стоит да потому что иногда так на перекосяк стол я ненавижу когда знаете что так что-то на перекосяк как это называется перфекционизна когда любишь все ровно то было так давайте посмотрим что здесь у нас зарубить все по красоте у меня подписчики все дальше дальше прикалываю все разрубиться то было как тоже по красоте да короче нарочно у нас тут не по красоте что я вижу это значит не по центру чуть-чуть этого ну а в остальном в принципе все нормально нужно будет перетащить нож потому что за . здесь видите какая вот 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 печально все то есть непонятно на чем точилась видео здесь кончик какой угол ширина подвода и здесь ну и вот он весь покоцан в общем внутри тоже нож грязный в общем разберем посмотрим что с ним почистим ну и собственно сделаем по красоте а вот по поводу переточки мне ну как бы здесь нужен нужно конкретно от хозяина уточнение каким макаром его буду тащить то есть либо это камешки водники либо это допустим на ножнаке то есть это все уже по желанию заказчика я и так и так могу мне без разницы так 7 6 6 и 1 клипсы нет ладно клипсы вы поняли на клипсе болтиками запасные болтика здесь тоже нет у меня по моему запасных болтов ганчевских тоже нет поэтому я поищу конечно вряд ли слушайте ну реально надо как-то сесть написать письмо на завод сказать ребята пришлите мне коробку всякого всего я у вас тут занимаюсь ремонтом на общественных началах так раз это знаете бенчмут есть там черной серии золотой серии звонит вот чуть не ломанулся прикиньте я сейчас пошел вот эта штука пойдемте посмотрим что там наверное скорее всего курьер посылку привез в общем пойдемте поглядим да спецсвязь спецсвязь короче вот такая посылка в общем народ а здесь у нас фонарь для дайвинг и подводной охоты ну скорее всего он даже подходит больше для дайвинг для подводной охоты с фонарем можно погружаться до 100 метров тысяч максимального режиме в общем under water sport under water sport ну это тема уже для другого видео поэтому я сейчас просто проверю все вместе да все на месте но фонарь без батарейки в комплекте идет батарейка но мне и не положили почему потому что отправляли гиачель доставкой а там батарейки не принимающим вы понимали поэтому так что поехали дальше что у нас здесь мы не разберем пока не вытащим осевой а здесь нам нужно вот эту вот это вот открутить в принципе все выталкиваем выталкиваем боночки эту боночку снимаем плашку сторон откручиваем здесь винтик ну и вот собственно наоборот добрались мы до сеного нужно выталкивать эту сторону вот в принципе и все вот так вот выглядит нож так и что мы сейчас делаем это все барахлишко сейчас загружаем ультразвук и моем короче ультразвуковую ванночку на смотрите 110 вольт я подключил к сети 220 вольт просто без всяких танцев подключил как есть и собственно все работает короче народ ультразвуковая ванночка у меня на 110 вольт чтобы понимали вот 10 вольт я и только что подключил на 220 ну и все работает я не знаю видите здесь на 220 отдельно 30 ватт мощности отдельно 50 как бы две ванночки отдельно а здесь видите 30-50 и 110 вольт вот у меня 30-50 и 110 вольт я воткнул только что в розетку ну посредством обычных кабелёчков вот сюда подключился и все работает включил запустил она жужжит работает включилась табло дисплей в общем сейчас отрежу провод подключу обычную вилку ну и будет она работать никуда она не денется я так думаю может недолго но сколько она у меня уже уже почти год лежит без толку как бы ну просто бесполезно мертвым грузом а так хоть поработает может чуть-чуть может недолго но сейчас попробую в общем эксперименты продолжаются давай очень народ ванночка ультразвуковая подключена на 220 здесь земление все положено давайте 30 ватт без проблем абсолютно 50 ватт без проблем абсолютно хотя на самой ванночке написано видите 110 вольт ну и на коробке тоже 110 вольт в общем как-то так работает если б я знал что это будет работать я бы сделал это сразу а так она у меня почти год пролежала без дела слушайте думал как это все переделать оказывается все просто клац обрезание все решила видите все работает без проблем абсолютно в общем как-то так 50 ватт и вперед все народ работает давайте загружаем ванночку тоже то в принципе все мы бросаем утразвук и утразвуком это все почистить так теперь залить моего мыльная водичка здесь было бы конечно неплохо это все в каком-то керосине промыть вот разлуки ну я просто жидким мылом давайте три минуты и пускаем это уже в общем я надеюсь видно вода что цвет воды уже меняется уже на красное стало в общем пускай бывает на 110 вольт народ ванночки работает просто от сети 220 ничего не делал просто подключил обычную вилку вместо вот этого ну короче вместо той которая была там у них вот давайте вот здесь в уголочке поставлю она у меня народ пролежала с полгода наверное если не больше да я думал что с ней сделать как ее запустить оказывается видите ларчик просто открывался китайцы чудят короче универсальная машинка видите работает ну как правило все современные приборы работают от 100 до там 250 вольт на всех написано возьмите любой зарядник там от компьютера любой зарядник блок питания везде написано 100-250 а здесь видите китайцы четко написали коробка коробку я уже выбросил в общем инстаграме я показывал на коробке тоже галочка стоит конкретно вот напротив 110 вольт ну типа вот в 220 не сует ну и розетка видели вы да там какая короче чует китайца смотрите какая чистая у нас вода стала прям грязнющая грязнющая и горяченькая снова слушайте прям теплая теплая да если сюда удалить какого-то я наверное давайте залью сюда немножко ацетона сделаем такую гремучую смесь ух ты как это все реагирует смотрите холодочка не накрою потому что этим дышать опасно для жизни до 9 сервера помните у них есть черная серия там голубая серия золотая серия а это деревянная серия да что там творится смотрите да керосин было бы вообще он ультразвуке об этом упадного во все что можно и все что нельзя надо что-то купить такое вот и специальную жидкость для чистки потому что ну сидеть это все потом на ёршике вычищать это это просто жесть вот так вот намного проще в общем ну да чистенько все осталось 16 на дверь осталось на сухо вытереть это все и все и смотрите там чистый нож прям красота да ну химию какую-то надо сюда купить скажем так более агрессивную чем просто жидкое мыло но скажем так не вонючую потому что ацетон это это немножко не то запах больше я вам хочу сказать смотрите с этой стороны помните чистенько все ну она у меня полгода пролежала это ванночка это просто да а я не знал что все так можно помнить что так можно было а че так можно было что оказывается видите можно было так смотрите ну прям чистый нож все все прям ничего народ посоветуйте в комментах то кто в курсе какая химия подойдет для чистки таких клинических загрязнений уже масляные пятна там ржавчина застоявшиеся какая-то здесь кто-то то ли колол твердометром это все что-то похоже шокололе проверяли а смысл его проверять это алюминий мягкий чуть я не пойму ну можно можно интересно было хозяина лажа либо проверяли твердометр или твердомер не наверное все таки твердометр короче и так и так наверно правильно будет мне так кажется да и на какую-то сеточку потому что вытаскивать болтики по одному это это еще то удовольствие послушается как в мутной воде рыбку ловить здесь тоже видите три укола и короче на таком же ну такой же рисунок походу что никто это никого походу что это походу что это по точкам позиционирования поняли вина 3d станка который фрезеровал вот это все 4 точки от них уже позиционирование отверстий происходило мне так кажется так в общем вот это конечно да дает жизни моим легким но народ смотрите как почистила какие они были надо было вам показать они были вообще печально шайбы это представьте это оксидная пленочка такая на прям крепкая так что тут у вас эти два 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 четыре пять есть звук да потому что в карман что сложил то могло что-то там перерегнуться в общем как всегда четырехсотная наждачка и где моя вода где моя вода вот моя вода у меня тут в бутылочке всегда мыльная водичка она не мыльная она с локом ну то есть ну кто в курсе кто пользуется мвэевской химией тот знает что такое лок это короче народ типа экологически чистый ферри вот так чтобы было понятно да что ферри это химия для мойки цистерн если вы не знали то ферри изначально было разработано для того чтобы цистерны из-под нефти мыть поэтому ферри так хорошо моет посуду и любое загрязнение изначально это вообще жесткая химия для мойки цистерн из-под нефтепродуктов нефти бензина и всего остального ну как правило сырой нефти хе-хе-хе чем у нас да корга а мы потом кушаем с этих тарелок я не пользуюсь такой химией уже лет наверное двадцать если не больше все все да ну ацетон дает о себе знаете ли это даже не ацетон это растворитель судя по запаху это растворитель да что то я мыл набирал в общем все сухо так клиночек тоже мы протираем разорчину убираем да здесь короче по переточке нужно уточнить у хозяина что мы с ним будем делать либо на камнях будем уточнять либо на ножнахе мне все равно абсолютно клиент всегда прав ну помните да что клиент всегда прав до тех пор пока это не выходит за пределы разорова то есть если чего-то человек такое хочет прям вот вау то я пытаюсь это говорить ну если если хочет то как бы есть такие моменты которые мне не нравятся допустим в работе на человек хочет спилить там я не знаю там пол ножа вот сделай я говорю ну это мы же мы же из уроду нож будет некрасиво я хочу сделайте пожалуйста можете я говорю могу сделайте пожалуйста вот я хочу были у меня такие моменты по работе когда мне не нравится я вот ну я бы такого не сделал ничего просит собственно я делаю помните да потому что клиент всегда и уточнение пока это ну прям прям не жесть если это прям жесть жесть то я просто отказываюсь есть моменты были моменты немного их там было штук 3-5 когда я отказал вот человек просил сделать данную процедуру я говорю не ну я не буду портить нож это нормальная модель нормальный нож мы его просто я хочу я говорю нет я не буду то есть были моменты когда я соглашался когда это так знаете там не очень повредило бы ножом а были моменты когда он просто это сделает из-за ножом и я сказал что сходите в любую мастерскую что он его испортит без проблем абсолютно в общем спейсер мы ставим назад спейсер мы ставим назад чистенький оранжевый красавчик ну оранжевый конечно здесь не такой оранжевый как делает спайдер оранжевый ну там там оранжевый действительно оранжевый так что мы делаем мы собираем нож да собираем нож с этой стороны клипсу ставим на место так но болтик под клипсу он вряд ли у меня есть сейчас посмотрю конечно но вряд ли так вставы сюда есть так так вот короче народ не знаю по моему звуку нашего все давайте проверим карточка вылетела запись наверное ну просто файл мне кажется не строится ну поэтому вот только тот звук в принципе пишет звук поэтому поэтому будем надеяться шоу вытащить ситуацию есть какой-то болтики даже он похож даже он сюда не не становится он толще диаметр болта сам толще такого тоненького у меня нету так что звените в общем хорошо хочу сказать что если вы хотите отправить нож на ты вот там на ремонт и у вас нет каких-то запчастей то просто заблаговременно напишите письмо в компанию бенчмент либо спайдерка и опишите проблему что так мы и так потерялся болтик там вышлите пожалуйста они высылают без проблем и потом уже когда вот дождетесь и свой болтик то тогда вот собственно и можно отправлять нож ко мне я уже там его заменил абсолютно не тяжело но я живу еще болтов у меня видите на все виды ножей не хватает повезло кому-то повезло кому-то сегодня не повезло короткий а длинный будет слишком длинный но придется вырезать но он сюда станет есть есть но его нужно будет отрезать потому что он так вот туда выходит вот видите вышел на сквозь нужно вы сейчас отрезать и тогда закрутить уже можно будет нормально в общем отрезаем его повезло кстати да народ это донат от подписчика ритрусик у меня экспрессе куча купонов бесплатных речет а тебе надо соли к это не знаю давай я что-то там выберу ты даже ремонтируешь какой-то намочек и кстати от какого-то больше так что спасибо тебе мил человек видишь чётенько свой твой наборчик сюда подошел вот прям прям подошел ну в принципе можно почистить его чуть-чуть чтобы он не отличался от других вот собственно народ и все ничего не отличается клиночек уже фактически по центру хотя мы даже ничего не зажимали сюда как мы капнули смазку смазка протекла все замечательно давайте еще чуть-чуть капнем с этой стороны вот так вот ну и в таких ножах надо желательно капельку капнуть вот сюда вот прям на ригель видите да вот так сюда капельку капнуть и пару раз открыть закрыть потому что видите вот когда вы закрываете нож и открываете постоянно ригель упирается вот этот ну давайте назовем его тригель да стыльничек упирается ригель находится видите в постоянном контакте поэтому когда там смазка то сотрудничество их не будет весьма долговечным и приятным когда там смазки нет то будут появляться задирать царапины и на ригели на самом замке и на стыльнички мотельной части клинка все в принципе раз два и закручиваем так теперь меняем это сюда это сюда и чувствительно поджимаем и чуть-чуть назад то есть падает клиночек под своим весом но это учтите что смазка у нас как бы неравномерно там еще растеклась и все остальное поклацать нужно потом все будет нормально при этом всем клиночек у нас уже центрально в принципе все давайте позвоним хозяину ножа и уточним по поводу телефон еще вот сегодня день какой-то у меня веселая спешу 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 так день добрый юра руслан южно-украинск скажи скажите пожалуйста по поводу ножа все все сделал осталось по заточке вопросу в стакане с вами мы его точим на камнях на наждаке свои свои ножи я точу на наждаке не заморачивающий получается ровный заводской гринд и получается такой смачные нормальные весы и здесь тридцатка на клинке ну вот у меня тоже тридцатка на клинке на бенчмейк багаут я тащил свой нож на наждаке они мне все равно ну желание клиента закон как бы в этом отношении как скажете руки сделаю то есть это не то что мне удобнее мне хочется вы как скажете я так и сделаю вопрос ну как бы я я вижу я вижу я вижу я выровняю вам у вас здесь подвод с одной стороны ширина много на кончике с другой стороны уже намного ну я понял то есть для того чтобы на камнях это все выровнять это ну кучу времени нужно потратить но мне не жалко я могу посидите потратить но гораздо эффективнее это будет сделать и практичнее и ровнее на наждачке добренько все напишите мне что-то вайбре я когда натощу его то вам отвечу центровка нет уже все по центру и клипсы на клипсе у вас винтика не хватало центровочку сейчас показываю на видео и и клипса была без одного болтика я поставил на место просто ну желательно туда больше ни другу не давать отверточку ни самому туда не лезть просто все будет а вот такой человек каждый хочет посмотреть что-то поделать и вот я понял а скажите пожалуйста рост у вас какой? метр семьдесят два да ну для вас это нож это вообще ну как бы мачете это мачете ну для меня метр девяносто два и я так мачете в руках держу ну мне просто он очень по картинке понравился но в чем мне задача а когда приехал вы просто прозрели от размера да? да вот этот ну он яблоки не режет он колет он колет естественно да и когда только я его купил такой смотрю потом через нос выходит круг и тревать меня я такой ммм класс хахаха добренько ладно буду утащить тогда ножички все спасибо добренько да да до свидания хорошо давайте пока до свидания короче народ слышали да все так как бы это теперь опять эту всю историю когда эту всю историю теперь вот это как как это неудобно а вот это балда на огромные сзади когда я цепляю на поясницу сзади и прижимаю тоже получается кучу видео у меня попортилось в общем рот ровняем ровняем делаем красиво человеку рябочку беру чтобы все было видно я показывал уже да да мне сверху еще раз показываю что и уже покажу после переточки ну и впринципе все без всяких танцев зубчиком вот он подводит вот начало как бы нам его поймать в эту сторону вот начало до конца он одинаковые ровные переворачиваю вот так вот от начала до конца подвод тоже ровно единственное что видите вот кончик ножа сам вот с этой стороны вот с этой стороны остался угол тот что заваленный был другом да я так понимаю хозяина ножа его сейчас восстанавливать в ноль я не вижу смысла почему потому что но это нужно снять где-то полмиллиметра металла понимаете полмиллиметра той миллиметр скорее всего здесь дам больше вот так вот если присмотреться то здесь больше миллиметра даже металла нужно снять будет то есть то что как бы человек мог бы год-два пользоваться этим ножом и потом перетащить мы просто снесем на наждаке это ну нелогично это не гуманно это неразумно по этой причине вот вот здесь я отказываюсь это делать даже если человек сейчас попросила сказал вот убери полностью я сказал что ну дружище попользуйся ножом два года через два года пришлешь я его перетащу тебя и все то есть его зарубишь ты сделаешь тут какие-то выкрашивание режущие кромки завалы замены я их потом снесу тебе и все и вот тогда вот тогда мы выйдем сейчас он там вы видите да он не мешает он то есть видим тот подвод который сделал я сформировал с этой стороны с этой стороны вот он вот с этой стороны смотрите да видите вот он и вот кончик совсем чуть-чуть остался не проточены и с этой стороны все равно вообще видео вот этот кончик не вижу смысла протачивать потому что ну это это мы убиваем нож ну соответственно здесь сведение так конская здесь около миллиметра сведения на миллиметр есть сто процентов а мы его сделаем еще больше это уже будет там один и один один и полтора нет смысла вообще поэтому визуально вот сейчас я поправлю режущую кромочку что вы хотите визуально этого уже не видно сейчас мы вырублю и теперь смотрите вот так вот теперь это выглядит раз видите ровный красивый подвод от начала до конца ровный красивый подвод от начала до конца вот так вот ну и теперь да любимая да ну подожди минут пять я сейчас соберусь выключу камеры и подъеду все давай в общем народ все вы видели да что абсолютно бритвенное состояние даже уже не знаю где где бреет режет и все нормально все красиво все по красоте давайте перепроверим сделать все по красоте ну совершенно так мы и сделали все по красоте все замечательно все чудесно клиночек у нас по центру все по красоте действительно все на сегодня все давайте пока пока увидимся а звук он не писал короче да классно ну вот бывает оказывается кнопку зажал hold и все ну тогда звук будет на на звук аж аж не аж один это а то q4 короче посмотрим если будет первая часть финализированной записи то это хорошо если нет то вся будет запись собственно с того зумчика ну и бывает в жизни значения но никуда от этого не денешься вот эта игрушка зум она мне очень не нравится но звук видите пишет касси теперь точно все давайте включай ну 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 ну